Вероника Поздеева Концерт у нас прошел на базе Успенского дома культуры. 7 марта мы торжественно поздравили наших милых дам. Исполнялись различные хиты 90-х, 2000-х, а также современные произведения. Были трогательные произведения про маму. Также мужчины одарили замечательными словами наших милых дам. А нашлаг собрали? Конечно. Как всегда. Скажите, а выездные выступления у вас бывают? Да. 8 марта, прям в самый торжественный международный женский день, мы выступали в парке Раздолье, где немножечко с другой программой, более веселой, так как это все-таки парковая зона, с весенними песнями танцевальными, народными. Богатый был выбор. Более 20 номеров мы исполнили на открытой парковой зоне. Народ танцевал. Все понравилось. Да. Почему именно народную композицию выбирали? Вы давно занимаетесь вообще именно народным направлением? Народное для меня новшество. Я только с этого года начала этим увлекаться. В преддверии Масленицы, собственно. А почему? Людям нравятся не только современные, у нас разные возраста. Бабушкам неинтересны молодежные песни, а молодежи неинтересны, как правило, народные. Поэтому мы стараемся делать разнообразную программу, чтобы угодить на все возраста. Также и детские песни, возможно, какие-то, и взрослые, и какие-то вдумчивые. То есть репертуар у нас многочисленный. Праздники уже прошли, а Дом культуры живет великолепной жизнью. И я так понимаю, что у вас есть несколько выставок, верно? Да. И одна из них – симфония самоцветов. Я думаю, что какие-то потрясающие камни. Давайте расскажем нашим телезрителям, о чем выставка, где ее можно будет посмотреть, сколько времени она будет длиться, и кто вам привез эту выставку. Выставка пройдет 13 марта, торжественное открытие в 11.30. И продлится она до 26 марта на базе Успенского дома культуры на первом этаже в нашем концертном фойе. Что из себя представляет симфония самоцветов? Это выставка художницы Ирины Ситниковой. Но это необычные картины. Они сделаны из стекла, полудрагоценных камней, а также зеркал. С использованием, конечно, других материалов, но можно будет на мастер-классах окунуться. Да вы что? То есть будет еще и мастер-класс? То есть не только можно прийти посмотреть на картины, а еще и попробовать что-то сделать? Да. Что? Будет мастер-класс проходить, где участники смогут сами сделать картину, некое произведение искусства. Ну, я ладно, раскрою секрет. Раскрывайте. Из камней будут выкладывать сердце. Так как у нас весна, 8 марта пройдет. И как раз все участники смогут это попробовать, ощутить себя таким художником. Очень интересная выставка. Это из стекла, зеркал, благородный блеск. Очень красивые полотна, которые размером, наверное, метр на метр двадцать. Ну, раскроете уж тогда секреты, что изображено, что можно сделать из стекла, зеркал, и камней. Это природа, это натюрморты. Все. Да вы что? Да. Очень красивые работы. Я их видела, и вы увидите, когда посетите нашу выставку. Там и замки, и природа, и даже портреты. Это очень красивое зрелище. И стоит на это посмотреть. Скажите, а мастер-класс будет только в первый день открытия, или еще потом гости смогут на мастер-класс прийти? Или только такое торжественное открытие вместе с художником сделать в сердце? Само торжественное открытие, да, предполагает мастер-класс. Но мы еще пару раз повторим это мероприятие, так как наши гости живут в Москве, и не всегда могут приехать и провести это мероприятие. Но планируем еще на 15 марта. Еще есть одна выставка, которая абсолютно противоположна. От красивых драгоценных, полудрагоценных камней, стекла и зеркал вы уходите в совсем противоположную сторону. Поделитесь секретом, что это за выставка тоже. Это благотворительная выставка «Инсталляция». Экопроект «Постпластик» называется. Ее авторы Нина Никифорова, Филипп Хитров и Елена Шабашова. Сама задумка авторов – это призыв к сохранению окружающей среды. Но все, что люди говорят, называют мусором, они из этого делают произведения искусства. Скульптуры, одежду из мусорных пакетов. Очень интересные видеоролики у них подготовлены, которые сняты на базе Мосфильма с участием детей. Потому что главный герой – дети. Почему? В детях будущее. Мы должны защищать нашу планету, нашу окружающую среду и воспитывать в детях культуру. Потребление, чтобы не мусорили. Экология на первом месте. Не спорю, там будут мастер-классы или нет? Да, будут проводиться мастер-классы. Но какие вы узнаете непосредственно на мероприятии. То есть это такой маленький секрет. Да. Но тогда давайте так, а что-то надо с собой приносить? Ведь у нас пластика у каждого дома. Миллион. Можно принести целый мешок, сказать, давайте что-нибудь мастерим. Сейчас мы тоже вам тут инсталляцию сделаем. Или все-таки есть у вас все в Доме культуры, и лишнего носить абсолютно не нужно. Все есть, не волнуйтесь. Кого заинтересуют эти две выставки? Как вы считаете, возрастной ценз какой? Две выставки, я думаю, что и детей, и взрослых, и молодежь. Вот лично мне интересно и то, и то. Это настолько связано с нашей жизнью, вот переработка мусора, да, как можно просто из баночки, из-под сметаны сделать целую скульптуру в рост человека. По сути, мы покупаем продукт, мы его потребляем, а также мы можем из остатков сделать такие замечательные произведения искусства. Контингент, я думаю, разновозрастной, как и детям, так как в постпластик выступают дети. И симфония самоцветов, тем более, когда сам будешь складывать картины, я думаю, что и детям, и взрослым это будет очень интересно. Это сердце, которое они будут складывать, кстати, оно останется у вас или нет в Доме культуры? Как вы думаете? Ну, я надеюсь, что организаторы нам его подарят. А человек из сметаны? Вот это я не знаю. Вы хотели бы себе такое? Вы просто сказали, что это такой элемент искусства. Вы хотели бы себе такого завести жителя в Доме культуры? Ну, это интересно. Главное, эту скульптуру где поставить, чтобы она была к месту, вот как изюминка. Не знаю, подарят или нет, но будем надеяться. Хорошо, будем тоже надеяться вместе с вами. Чем еще живет Дом культуры? Я так понимаю, что у вас еще поэтические встречи или поэтические вечера? Как они проходят? В каком формате? Да. У нас фестиваль, 10-й ежегодный фестиваль Успенские встречи Одинцовского городского округа. Его история с 2011 года. Автор опять является наш любимый директор Елена Борисова. Изначально было не так много поэтов из ближайших поселений, деревень. Но постепенно, так как он уже существует 10 лет, этот год юбилейный для нас очень важный, к нам подтягиваются литературные объединения со всего городского округа. И в программе у нас мастер-классы, которые как раз... Научат писать стихи или читать стихи? О чем мастер-классы? Нет, мастер-классы у нас будут именно ручная работа. Это по изобразительному искусству, по декоративно-прикладному. Также приедут организаторы с выставок «Постпластик» и «Симфония самоцветов», где тоже покажут свои мастер-классы. И наших участников, конкурсантов, конкурсанты смогут попробовать тоже сделать все своими руками. Также у нас концертная программа, опять же, подготовлена нашим Домом культуры. Будут и романсы, и классическая музыка, и народная музыка. Чтобы было интересно, будет также работать буфет. И единственное у нас условие, что участники – это люди от 18 лет, но посмотреть, прийти могут все, кто желает. Без ограничений возрастных. Заявок уже много? Потихонечку собираются, да. Народ активизируется, звонят, спрашивают, даже интересовались, можно ли уже известных авторов зачитать стихи с выражением, там уже готовятся. Но у нас такой пока номинации нету. Мы все-таки… Номинация чтецов, номинация чтецов, я думаю, что пора открывать, раз расспросятся. Мы это уже продумываем. Да, будем расширять наш диапазон, чтобы было интересно и познавательно. Вот. Вероника, в чем секрет, ведь, я так понимаю, Дом культуры живет, каждую минуту у вас происходят и выставки, и выступления. Расскажите, поделитесь секретом, как привлечь аудиторию к себе и каким образом можно так завлечь и художников, и скульпторов, и поэтов. В чем секрет? Ну, наш Дом культуры на виду, он славится своим профессионализмом. У нас очень много учеников, более 800 учащихся. Соответственно, и родители, и ученики участвуют в различных мероприятиях. Дальше подтягиваются их родственники. Также мы проводим молодежные вечера. То есть молодежь приходит в Дом культуры сейчас, да? Да, я лично их провожу. Чем вы там занимаетесь? У нас проходят конкурсы, мы поем им, а также проводим дискотеки. В этот раз, вот в прошлом месяце, в феврале, было около 70 человек. Причем не специально, как у нас обычно, это позвонить в школу, там оповестить кого-то. Вешаем афиши, сарафанное радио и просто полный зал. Как в старые добрые времена, да? Дискотека в Доме культуры. Расскажите, под какую музыку сейчас танцует наша молодежь? Под современную. Хиты, вот все, которые на радио происходят, пускают это все их любимое. Вероника, спасибо вам огромное за беседу, я желаю вам успехов. Надеюсь, мы встретимся на всех выставках с вами. А это была программа «Специальное интервью». До встречи! До встречи!